Приветствую зрителей 24 канала, меня зовут Владислав Новиков, на связи со мной Марк Захарович Вегин. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей 24 канала. Один месяц осени уже подходит к своему завершению, а Украина декларирует некоторые цели, что именно в этот период можно закончить прекращение огня. В этом замешано очень много всего, и визит нашего президента в Соединенные Штаты, и план победы Украины, который будет представлен, который с одной стороны говорит об эскалации, потому что как бы нацелен на то, чтобы разрешить бить по российской территории. С другой стороны, как будто бы нацелен на мирное урегулирование. Я думаю, что Курская область там занимает не последний пункт. Саммит мира, на котором тоже Россия должна принять, ну ее принудить должны, чтобы она там приняла участие. Вот такой запутанный клубок я сейчас вот говорю, хотелось бы, чтобы вы помогли его распутать. Ну и добавлю еще немножко путаницы в виде Арестовича, который сетует за основу мира именно стамбульские договоренности. И он как бы в свойственной для себя манере говорит, что вот Украину там продадут, то все, и в общем-то нужно идти на реальный формат стамбульских переговоров. И как раз таки вот он говорит, что как будто это произошло уже все. А я думаю, что это как раз таки элемент борьбы, в которой он тоже, может быть, участвует как-то и гнет вот эту линию в стамбульских договоренностях, которые как бы не видели документ еще, никто не показывал нам его подписанный. Ну в общем-то вот такая сложная история, вот этот цикл осень, переговоры, вот эти очень много фактов. Как все расставить по местам? Я, вы знаете, Арестович, я не видел конкретно этого заявления, но если он действительно сказал, что стамбульский процесс, вот стамбульские переговоры, это более выгодный для Украины, я из этого исхожу. Формат? Мне так не кажется. Вот из того, что просачивалось из документов, которые там были, а мне кажется, что это как раз серьезное ограничение суверенитета, я уже не говорю про территориальные уступки, и фактическая ликвидация перспектив, отмена перспектив для Украины интеграции с НАТО и Западом в целом. Мне что-то так не кажется. Ну помимо того, что там армия ограничена, должна быть личный состав вооружения, лимиты всякого рода и так далее, поэтому я, честно говоря, не вижу, для чего именно в том виде продолжать стамбульский формат. Какой он был? Ну так от него Украина уже один раз отвергла. Она его отвергла. Ну кто-то скажет, что это потому, что был повод в связи с Бучей, а я хочу сказать, что его отвергли, потому что это был вариант капитуляции. Ну может более мягкий, чем тот, который Путин сейчас демонстрирует. Но это все равно капитуляция. Не знаю, мне так не очень заходит, что стамбульский формат нужно возобновить просто механически, и это дает Украине больше шансов. Мне так не кажется вообще. Совершенно так не кажется. Что касается мирных переговоров и всего остального, формула мира сначала предложена Зеленским и под Люцерном, состоявшаяся саммит в конце июня, сейчас формула победы из пяти пунктов, которые везут. Я скажу свое личное мнение. Я считаю, что в офисе президента не дураки, и Зеленский далеко не наивный человек. Мне кажется, это просто маневр. Это просто постоянное вбрасывание разных планов для того, чтобы демонстрировать, что Украина готова к переговорам, она хочет мира, потому что ее упрекают в несговорчивости Москва, и некоторые прокси со стороны Москвы, они то в СМИ запускают, то отдельные политики говорят о неуступчивости Киева, что нужно идти на компромиссы. А вот, пожалуйста, формула мира, чего вам не нравится. Пожалуйста, присоединяйтесь к формату. Это же международный правовой формат, вполне отвечающий интересам и мира, и прекращения войны, и так далее. И формула победы туда же относится, потому что, а, ну нет, не хочет Москва или Китай, там, в купе с ней, принимать участие в форме мира, ну тогда есть формула победы. Если хотите, до конца, с октября по декабрь, можем это реализовать. Я глубоко убежден, что отдают себе отчет на Банковый и сам Зеленский, что до ноября, пока не станет ясно, кто станет президентом Соединенных Штатов, такой план реализовать невозможно. Никто на такие риски не пойдет. Бережонид продолжит действовать осторожно. Оставшиеся до выборов полтора месяца, практически конец сентября, весь октябрь и первую неделю до выборов ноября останется осторожен, не пойдет ни на какое резкое изменение ситуации. Да, после победы Камала Харрис, да, вот тут будет гораздо больше возможностей. Руки развязаны, можно будет действовать широко. Может быть, не все пять пунктов, но какие-то уже начать реализовывать. Почему нет? И в частности, как раз вы правильно сказали, обстрелы вглубь российской территории до 300 километров, но тем же Атакам, сами, я считаю, что это назревшее решение. Но до выборов, до 5 ноября, вряд ли оно состоится, это решение. Вряд ли Украине эту возможность предоставят. Почему? Потому что боятся проиграть выборы, вот и все. Внутри политический процесс влияет на все остальные вопросы. Но, повторяю, что касается мирного процесса, проблема заключается в неготовности России ни в каком формате принимать участие, кроме того, который гарантирует ей преимущества. Понимаете? Они даже специально Орбана для этого запускали, чтобы выбрать китайскую площадку в качестве посреднической роли его Китая, Пекина по отношению к участникам конфликта. То есть, они хотят на своих условиях провести мирные переговоры. И даже если допустить, что вот эти сорвавшиеся из-за Курской операции в начале августа переговоры в Катаре, которые якобы должны были начаться, опять же, никто их не подтверждает официально. Они же тоже, так сказать, имели специфику, поскольку, по-видимому, в них не принимал участие Китай. Поэтому Москва их могла и сорвать даже без Курской операции, сославшись на это как предлог, что вот, мол, мы-то были готовы к переговору, но вот взяли и провокаторы, и бандиты, как он их сказал, называют так ВСУ, вторглись, провоцировали, значит, вторглись в Курсков. Ну, понятное дело, что они будут ссылаться на это. Вы выведите войска из Курсков, а мы тогда пойдем на переговоры. Так что ли? Ну, как война продолжается. Никто ее не останавливает. И в частности, прежде всего, ее не останавливает сама Москва. Что сравнивать масштаб занятых территорий в Курской области и всеми остальными занятыми российскими войсками на территории Украины. Поэтому я пока предпосылок для серьезных мирных переговоров, вот я лично не вижу. Из-за позиции Москвы и, скажем так, проблем, которые имеет Запад, который мог бы занять гораздо более активную, может быть, позицию, та же администрация Байдена, а она расположена к переговорам, это точно абсолютно, из-за неопределенности ситуации политической, связанной с выборами 5 ноября в Соединенных Штатах. Что касается Киева, Киев теперь может смело говорить, послушайте, мы предложили меру, они отказались, мы предложили план войны, к нему пока не готова американская сторона и ряд союзников. Хотите еще пять планов предложим? Ничего из этого не начнется, пока не будет ясности, кто в следующие четыре года будет занимать Белый дом. Но все-таки Курская область – это то, где мы не собираемся быть надолго, а это все-таки перевалочный пункт, ну, грубо говоря. Так на что обменять и когда обменять? После выборов? Ну, это будет зависеть от многих обстоятельств. Москва сейчас пытается деоккупировать два района Курской области, они там говорят, что 25 квадратных километров освободили, но, видимо, Украина занимает до тысячи квадратных километров, это неспоставимый интемп. До конца года у Москвы какие бы резервы она ни бросила, Курская область вряд ли им удастся выдавить в Сумскую вооруженную силу Украины. Вряд ли. Ну, пока я, опять же, не военный эксперт, пусть об этом говорят люди, которые ползают с карандашом по карте, что называется, и лучше в этом разбираются, но пока я не вижу какого-то резкого темпа в деоккупации территории этих двух районов в Курской области. Я не вижу. То есть, с высокой степенью вероятности, ближайшие октябрь, ноябрь, декабрь вооруженные силы Украины продолжат находиться на территории Курской области, вряд ли будут выдавлены. Может ли измениться худшую сторону? То есть, для российской стороны этой ситуации, допустим, захлебнется попытка деоккупации со стороны частей соединения вооруженного силы России в этих районах, и побегут, и там рельеф местности, очень специфичные, там речка вот эта, да, это ещё потенциально с тысячами километров, но так обсуждают эксперты. Такого тоже исключать нельзя. Тоже исключать нельзя. Хотя я в целом вижу, что Украина сознательно остановила продвижение там в своё время в августе на Курчатов, на атомную станцию Курскую, там на Курск, в конце концов, от Курска до Москвы, кстати, 500 километров. Сознательно остановила, потому что это военные цели, они относительно достигнуты. Сейчас вопрос, как их конвертировать в политические дивиденды. Это важно. И поэтому и удерживать Курскую область, вот Суджу и всё, что прилегает к ней, выгодно именно из политических целей. Почему? Чтобы подойти с этой сильной переговорной позиции к любым обсуждениям возможного мира, понимаете? Сказав, что мы Курскую освободим, а вы, пожалуйста, освободите территорию Украины. Понятно, что это не сопоставимо по километражу, по квадратным километрам. Ну, во-первых, ситуация ещё может измениться, а во-вторых, внутри самой России тут непонятно, какие реакции будут. Это же не по квадратным километрам надо менять. Всех на всех, как с пленом. Вы нам всех, которые у вас, а мы вам всех, которые у нас. Так и тут. Вы нам все наши территории, а мы ваша территория. Логично же. Скорее всего, Москва, разумеется, на это не пойдёт. Но я бы сказал так, на переговоры лучше выходить с козырей, что называется, обладая частью Курской области, занимая её, чем без неё. Очевидно, что это элемент переговорной позиции, которая усиливает украинскую сторону. Усиливает. Если бы ещё был кусок Брянской, например, области, Белгородской, так вообще можно говорить, три области на три, давайте меняем. И так далее. Поэтому, на самом деле, понятно, что на переговоры это сильно влияет. Линия фронта искривилась вглубь территории России, поэтому Москва, в общем и целом, не была готова. Я, кстати, допускаю, что вполне может быть, были какие-то тайные договорённости между Вашингтоном и Москвой о том, что Украина на территорию России не зайдёт. Но война, она своей диктует законы. Прошло два с половиной года, как эта война идёт. Если даже и были какие-то там обязательства, договорённости и так далее, они все обнулены. Они никакой роли больше не играют. По линии Китая, Си Цзиньпинь должен увидеться с Путиным в октябре. Пробежала тоже информация о том, что Си Цзиньпинь в этом же октябре должен увидеться и с господином Зеленским. У меня была возможность пообщаться с господином Подалеком, который не подтвердил эту информацию, ну и радужно её не опроверг, сказал лишь только, что об этом должны говорить соответствующие люди, министерства. Это как бы вот так. Но на мой вопрос о том, открыт ли Китай к саммиту мира, вот он тут скептически отреагировал, сказал, что Китай, он всё-таки следует своим интересам, ну и не факт, что тут они переплетаются. Ну что касается встречи Зеленского с Си Цзиньпином, ну я лично выскажу экспертное наблюдение. Я думаю, встреча скорее всего будет. Почему? Потому что они несколько раз уже разговаривали по телефону, они высказывали какие-то вещи публично. Например, Зеленский говорил, что ему лично Си Цзиньпин обещал, что не будет помогать России оружием и так далее. Ну, причём на это ссылался Зеленский, по-моему, это было в мае или в июне, по-моему, в канун саммита мира. Я думаю, что для этого заявления ему были даны полномочия со стороны китайской страны. Я не сказал, да, это можно озвучивать, видимо. Я думаю, что это не... Потому что, видимо, Китай вообще очень публично придерживается этой позиции, а это свидетельство расположения. Потому что если вы Китай говорите, нет, а мы всё равно Москве будем помогать, то это, конечно, сильно препятствовало попыткам непосредственного диалога Зеленского и Си Цзиньпина и так далее. А когда, собственно говоря, Китай занимает, пусть даже нейтральную позицию, но такую, которая не помогает Москве в военном плане, военно-политическом, это вообще отсутствие препятствий для такого диалога. Страна, которая уважает суверенитет Украины, а Китай это провозглашает. Почему бы не встретиться? Конечно, здесь могут напряжения возникать по линии Вашингтон-Киев, но я думаю, что Киев согласовал этот вопрос с Вашингтоном. Понимаете, что Китай – это один из инструментов попыток давления на Москву, и в этом смысле Зеленский пытается именно для этого использовать отношения с китайским руководством, чтобы надавить на Москву. Ну, там есть и примыкающий к этому вопросу, но надавить на Москву может только тот, кто перед Москвой обладает необходимым авторитетом и возможностью давления на неё. Китай точно к этому относится. Можно спорить о степени, насколько Китай управляет Москвой, Кремлёнкой. Это можно спорить бесконечно, да, то ли много, то ли мало, но то, что он к числу таких субъектов в международной политике относится, оспаривать сложно. Ну и плюс, смотрите, какая ещё ситуация. Китай действительно руководится своими интересами. Это не новость про китайскими интересами китайского руководства. Ни про московскими, ни про европейскими, ни про украинскими. Просто своими. Что они с этого хотят получить? Пока они не видят интереса для того, чтобы вовлекаться непосредственно в миротворческую миссию, брать её на себя, тем более как это сделать, если есть ещё США, которые не хотят этого. Пока они не видят прямого для себя интереса. Ну, условно говоря, мы вот войну остановим, а вы нам Тайвань отдайте. Ну, я так огрубляю, да? Хотя это могут быть пунктов много, чего они хотят. А кто это должен обеспечить? Либо США, либо Европа, либо кто-то. Всё равно это апелляция к коллективному Западу или к третьим странам и так далее. То есть, если бы Китаю предложили такой размин, я вас уверяю, они бы, согласитесь, они бы вообще землю ели, они бы заставили Москву делать всё, что угодно. Ну, попытались бы. Но, видимо, никто этого ничего не предлагает. Поэтому Китай действительно для себя в участии в миротворческой миссии пока, во всяком случае, интереса не видит. А без этого интереса Китаю чисто отвлечённое посредничество, оно ни к чему. Пример конкретный. Ведь они же вот сумели подписать договорённости между Тегераном и Лилиядом, Саудовской Аравией и шиитами иранскими. Хотя, так сказать, враги из врагов. Вы не представляете, как они другого ненавидят. Что получил за это Китай? А как что получил Китай? Он ещё получил нефть. Он получил особое отношение с Тегераном. Тегеран нуждался в этом. Это предпосылка для перевозобновления сделки БГТ по ядерной программе Ирана. Снять участие, санкции и так далее. Ну, много чего на это нанизывается. Но Китай-то от этого извлёк свою пользу. Извлёк эту пользу конкретно и с Ираном, и частью Саудовской Аравии. Так что Китай не бесполезно для себя это действовало и брал на себя эту миротворческую миссию. А миссии с Украиной пока не очень понятны. Китай и так от Москвы имеет нефть. Всё хорошо. И газ покупает по сниженным демпинговым ценам. И другой имеет всю высокую степень зависимости Москвы от Китая. Потому что Китай – это главный и единственное по сути такого масштаба окно во внешний мир. Потому что дальше с Запада всё обложено санкциями. Другие игроки, ну, может, Индия только сопоставим, а все остальные – это более мелкие. Мелкие предоставляющие возможности для импорта и всего остального страны. Китай производит всё. У Китая всё закупать. Мне люди из России сообщают, что всё китайское. Машины китайские, техника китайская. Вообще всё китайское. Даже промышленное оборудование всё китайское. Представляете, если Китай вообще это оборвёт всё? Вообще всё станет. Не у кого брать будет альтернативно. Понимаете? Ну, там, например, буры для нефтяной промышленности, ещё что-нибудь. Ну, потому что их производят в Китае. А их ещё в Великобритании происходит. Америки ещё где-то. Ну, то есть, поэтому Китаю нужно прямые гарантии его, защиты его интересов. Украина таких гарантий дать не может. Это может сделать только Запад. Ну, а Запад тоже ищет своих интересов. Так что всё это согласовать в таком виде, вот, быстро невозможно. Я вам, Марк Захаревич, говорю спасибо, потому что это интересный и важный разговор. В том числе, я надеюсь, что он был таковым для наших зрителей. Рад был повидаться. И спасибо вам большое. Было интересно. Да. Всем всего доброго и до свидания. Лихие 90-е вернулись прямо под стены Кремля. Может, они оттуда и не уходили. В Тверской области бывшие заместители Шойгу почему-то не смогли обезопасить боеприпасы и вообще ничего, скажем откровенно. И вместе с нами традиционно, несколько раз в неделю, за что мы благодарны, Сергей Астанян, журналист и ведущий программ «Ходорковский лайв». Сергей, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Силы специальных операций, СБУ и Силы обороны Украины отчитываются об успешном поражении одного из самых больших, по сути, самого большого арсенала боеприпасов и оружия в европейской, географической европейской части Российской Федерации. Летели дроны, летели ракеты. Возможно, наши и не только, говорят наши военные эксперты. Собственно говоря, хороший прилет, детонация продолжается и, по всей видимости, будет еще длиться немало. А в 2018 году упомянутый многих Дмитрий Булгаков заместитель Шойгу, рвал на себе все, что только мог и говорил, что он построил такие просто защитные сооружения, что даже ядерный удар не возьмет эти арсеналы и ленточку красную перерезали. Все как надо, в общем, было, как мы видим. Ну вот, по красоте. Но ядерного удара и не было. А вот другой, как иронизирует наш военный эксперт Роман Светан, поразил. Поразились все там. Насколько вот это вот все, абсолютно незащищенность на самом деле и коррупция, помогает сейчас нашим вооруженным силам поражать склады и арсеналы боеприпасов на территории Российской Федерации. И этому там поражаются разве что местные жители. Ну, местные жители, кстати, тоже не удивляются по этому поводу. Они просто пугаются и вздрагивают. Именно несколько непривычно, когда взрывается. Но все-таки мы Россию-то хорошо знаем. Мы точно знаем, что нет такого забора, в котором почему-то отсутствует дырка. Любой секретный объект, это обычно, когда автобус мимо проезжает и говорит, следующий остановок, секретный завод. И все прекрасно знают, где им выходить, кому нужен секретный завод. И мы помним, что, например, у Виктора Суворова в аквариуме как раз была оперативная разработка, когда им задание давали студентам военного училища пойти и выведать тайны секретные по пьяному делу в кабаке при заводе. Завод за проходной, какая-то там наливайка, где всегда есть спиртное. И тогда Виктор Суворов приходил просто поболтать, и через буквально 15 минут он уже знал абсолютно все. И если нужно Украине победить Россию, то для этого достаточно вот точно таким же образом. То есть можно потратить какой-нибудь там шторм шэдоу, можно что-нибудь такое серьезное взять и поднять в небо, чтобы оно прилетело и разбомбило. А может то же самое через забор. То же забора никакого нет. Когда я, например, служил с первым допуском секретности на невероятно секретном военном объекте, то есть я начинал на Черноморском флоте, потом меня взяли и перевели на супер-секретный объект. И у нас была очень маленькая часть, в которой были установлены офицеры, прапорщики. Нас там таких было не так уж и много. Тем более у нас был специальный стеклянный батальон, нас так называли, по Бабелю. И в основном там были москвичи. Мы занимались очень специальными делами по первому допуску секретности. И на разводе с утра у нас регулярно выходили грибники и говорили, ой, ребят, а что вы тут делаете? На что мы у них спрашивали, а вы что делаете? А мы загрибаем. А у нас секретный объект. У нас забор, колючая проволока, периметр. Стреляем на поражение. Не подходить. Внимание. Ахтонг, собаке. Хэндехо, хаусвайз. И грибники выходили регулярно. То есть никакого забора возле нашей части не было. То есть у нас был КПП с оружием по фасаду, а со стороны леса. Да хочешь на велосипеде приезжай, хочешь на лыжи, хочешь под видом грибника. И это мы были секретчики на особом совершенно учете с первым секретом допуском по секретности. И при этом у каждого из нас была охрана. Вот, например, когда у нас были учения, я был моряком, как это ни странно, но у меня было два ВВшника с автоматами, которые должны были проследить за уничтожением секретной документации, после чего меня пристрелить. Потому что я представлял из себя слишком серьезную военную тайну. Но забора-то у нас никакого не было. И то же самое происходит абсолютно везде в России, где есть страшная тайна, где есть генерал, где во что бы то ни стало. Там очень суровая защита Родины, Отечества. Мы кровь мешками проливаем, грудью амбразуру заткнем, и там можно спокойно совершенно баловаться со спичками и взлететь так, что никакая ракета не понадобится. Но пока нет возможности через агентуру подойти к этому забору, пролезть совершенно спокойно, спросить у охранника, типа, э, сынок, а где тут самое секретное? А вон вам правее. И туда уже отнести свой Бигфорд и в шнур, что-нибудь запалить. Тогда приходится, конечно, ракетами. И если вдруг какой-то генерал где-то докладывает о том, что мы тут знаете, какой объект сделали? У нас тут знаете, какой уровень секретности? Вы знаете, какие у нас тут бетонные сооружения? Это говорит о том, что украл все. Оправдываться начал уже в момент перерезания ленточки. Потому что уже страшно. А не потому, что он действительно что-то построил. В России генерала некоррупционного не бывает. Потому что армия, она как раз так и устроена. Во-первых, она все-таки калька государства. Если у тебя воровское государство, почему у тебя должна быть кристально честная и безупречная армия? Я не узнаю вас в гриме. А во-вторых, любой генерал, он поставлен в вилку. У него маленькая зарплата. Он всегда нищий. И у него огромные материальные ресурсы, власть и возможность использовать их во благо себя, своей семьи, своей будущей дачи, своего будущего огорода. И нету генерала, который бы не соблазнился. Потому что честный генерал, который бы шел в армию для того, чтобы защищать Родину, он уже давным-давно закончился, вписан в учебник и памятной табличкой на Родине героев прикручен к соседней березе. В реальности не существует. Именно поэтому сейчас любого зама Шойгу абсолютно спокойно можно брать. Просто заходить в комитет и сказать, фамилия Иванов, с вещами на выход. Фамилия Петров, с вещами на выход. И будет за что посадить. Причем так конкретно лет на 30, потому что там очень большие финансовые потоки. Любой другой генерал, который говорит о том, что ну я-то, знаете-ка, я тут построил, я тут сделал. Всего-навсего отчитывается о том, что он украл больше других. Да, и это заметно было вот в Тверской области, как никакой другой. Седьмого генерала времен Шойгу также по подозрению в коррупции задержали, арестовали. Следственный комитет РФ начал отработочку по нему. А зачем эта показуха? И именно вот тех, кто был за времен Шойгу, когда он возглавлял Министерство обороны Российской Федерации, вот так гребут и метут по одному, по два в месяц. Это вообще когда-то закончится? Нет, конечно, потому что сколько генералов в России есть, столько и можно сажать. Причем, включая тех боевых, которые прямо вот кровь мешками, и тех, которые в штабах. Но Россия все-таки, она же не случайно двуглавая. У Орла две головы. У России две столицы. У России даже два первых канала телевизия. Поэтому у России обязательно двойственность во всем. И есть вот та самая ширма, с которой мы начинали, когда там в парадном кителе стоит сверхдержава. И есть и ее совершенно воровская конкретная суть. И генералы, они ворюги. И пересажают их всех. Но нужно при этом каждый раз балансировать между тем, что за наврал и в то, во что не поверили. И ты говоришь, у нас армия. Мы побеждаем украинцев каждый день. Мы уже только что взяли свою собственную деревню. Вот мы сейчас возьмем собственное Теткино. Ну, пока не берем, но пока непонятно. Ну, вот Суджу мы сейчас прямо... Знаете, российская армия, она сейчас решительно возьмет штурмом город Суджа. Ну, вверху городом он стал после смерти, потому что там пять тысяч человек, это село. А во-вторых, все-таки это вроде бы, типа, ваша земля, да? А чего ее вдруг надо отбивать обратно? И есть вывеска. Победоносная армия успешно что-то такое там выполняет. И есть суть, когда она не побеждает. И очень тяжело определить, в какой момент о чем врать. Вроде о победоносности. Но когда сажают генералов, это говорит о том, что кто-то, ну, вторая голова шепчет и говорит, так, ну, не побеждаем, нужно на кого-то свалить. Свалить нужно на кого? На лейтенанта? Неинтересно. Давайте на генералов. Генералы где? Отлично. Шойгу теперь уже слаб. Защитить никого не может. Его именем детей больше не пугают в дальних улусах. Поэтому гребем его команду. Генералов у него много. Он наплодил невероятную коллекцию. Это как раз по Сирилу Нордкоту Паркинсону. Чем у Великобритании меньше кораблей, тем больше адмиралов. Когда нету ни одного корабля, тогда все адмиралы. То же самое произошло с Шойгу, который, кстати, пошил шикарную форму. Они же все вызолоченные, они же все в вензелях, они же все в виньетках, совершенно невероятно, как шаманы как раз Алтайского края. И вот этих шаманов, которых там собралось огромное количество, сажать можно любого. Но нужно соблюдать баланс. Так у нас все-таки все воры? Нет, не все воры. А у нас есть победоносные генералы? Есть. А где они? Ой, простите, они воры, они сели в тюрьму. Очень тяжело врать каждый день так, чтобы все-таки население, которое что-то помнит из набранного прежде, не ткнуло тебя и не переспросило. И хотя население безропотное не спрашивает, но одна голова в другой голове, все-таки двуглавый российский орел, шепчет и говорит, так, значит, под Белоусова команду нужно расчищать, увольнять, увольнять можно по-тихому, но давайте все-таки они у нас виноваты в том, что мы не выиграли войну за два с половиной года, поэтому мы сажаем всех коррупционеров, после этого армия станет лучше, качественнее, сильнее, и после этого мы выиграем войну, которую мы не выиграли, потому что они все коррупционеры. А если они коррупционеры, а наши генералы воюют в чистом поле, тогда получается, что они тоже коррупционеры. Ой, что-то не получается, ладно, пока сажаем. Очень сложная конфигурация, в которой тяжело, зависнув на подпеленном суку, все-таки не оборваться вниз. Но они пробуют, потому что у них другого варианта нет, и под Белоусову нужно расчищать, и они вправду воры, и при всем при том, очень страшно показать всей стране, что, оказывается, у тебя все генералы всегда воры. Да, многоходовочка еще та, конечно, немного, может, запоздавшая, но что уж тут так всегда все происходит в Российской Федерации. Кстати говоря, Сергей, там Шойгу не совсем уже при такой форме, которую он обеспечил своим генералом, но при костюмчике, конечно, куролесит лично. И по КНДР, и по Ирану. Это у него такая сила убеждения, чтобы выпрашивать дополнительные порции оружия? Или с чем такая честь сателлитам, пухляшам и террористам от Шойгу и Путина выпадает сейчас, что он к ним едет? Обычно даже самая хорошая разведка стран социализма или всяких других очень странных концлагерных образований, ну типа Ирана, она, в принципе, в первую очередь, как именно выстроенная по вертикали, реагирует не на суть, а на должность. То есть если на двери написано, что это министр, то верят, что министр, а то, что за этой дверью, например, какая-то Шойга сидит, это уже никого не волнует. Вот когда нужно послать некого человека, у которого есть красивая визитная карточка, при этом он ничего не решает, потому что это, в принципе, очень рядовые разговоры. Когда тебе нужно всерьез, приезжаешь сам и жмешь пухляшу руку, даришь ему какой-нибудь очередной автомобиль Аурус. Кстати, предыдущие куда дели? Ну то, что вы представили на прошлой неделе, мы давно уже съели, поэтому вот тебе запасной, благо запчастей на первого-то нету, поэтому вот тебе следующий. И когда договоренности достигнуты, то, в принципе, телефонный разговор решает абсолютно все вопросы. Ты звонишь и говоришь, еще 100 рядов, еще ракета, он говорит, а ты мне что, а я тебе виски, хорошо, а там еще барышень каких-нибудь, а то мне мои надо ее. Сейчас привезу эти, у меня мягкие, а твои уже твердые, потому что не бескормятся. Есть договоренности, которые решаются телефонным звонком, но это же все-таки Восток, это Азия. Это в Европе можно по телефону, то есть это Илон Маск может, например, в Твиттере о чем-то договориться, и после этого станет серьезным бизнес-проектом договоренность, которая состоит из пяти слов, и она будет реализована, и пойдут миллиарды долларов, и они превратятся, например, в электрифицированную Австралию или Новую Зеландию. У этих так не бывает, поэтому если тебе нужно поддержать уровень, ты посылаешь что-нибудь, что тебе самому не жалко. Ну, например, оно там в аварию попадет, самолет собьет кто-нибудь, и просто отравится, или помрет от старости. Шойгу подходит идеально, но потому что, знаете ли, Совет Безопасности. А что такое Совет Безопасности? Открывает справочник, и с арабского переводим, или там с корейского переводим. О, это у русских, вы знаете, это такой орган, который Путину диктует, с кем мириться, а с кем воевать. А кто же там председатель? Как его? А, это бывший министр обороны, он на повышение пошел. Он так успешен, он такой стратег, что он был министром чего-то там, потом стал министром обороны, и вот теперь это Совет Безопасности. Он возглавил самую мощную структуру, под которой находятся НКВД, ВЧК, КГБ, ГУЛАГ и все остальные. И он приезжает для того, чтобы подтвердить, что по-прежнему нужны снаряды, по-прежнему король голый, по-прежнему не хватает заплатки на джинсах, по-прежнему нам нужны ваши микросхемы, шахеды, снаряды, ракеты. Дайте, 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 дайте. Но, знаете ли, это очень респектабельное «дайте». Уважил, так уважил. То есть нельзя на поддержание подобного контакта на высшем уровне присылать того, у кого из задней части не торчит перо. Перо должно быть обязательно. То, что оно уже проткнуло насквозь и теперь это не совсем дееспособно, никого не волнует. Должность, статус, в справочнике написано, что и то, и другое есть. Поэтому шойгу. Перестрелочки там у офиса Вайлдберрис происходят. Просто говорят, не просто перестрелки, а расстрелы. Господин Бакальчук, муж, да, то ли бывший, то ли еще нынешний, говорит, что просто его охрану чуть ли не расстреляли, он пришел, никаких там договоренностей не должно было быть. Но, тем не менее, десятки видео в соцсетях рвут и мечут просто-таки. Когда мне Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, начал рассказывать о подноготной возможного конфликта, мягко говоря, вокруг Вайлдберрис и что это может стать непредвиденным огорчением для Путина, я еще так не думала, что ситуация так стремительно начнет разворачиваться сегодня. Потому что и Кадыров там замешан, и Деримханов. Кадыров говорит, все хочу от Вайлдберрис, а Путин все отдать не может, хоть Кадырова тоже как бы уважает, потому что и фамилия Войно там тоже замешана. Сергей, а может ли вот это возвращение лихих 90-х стать черным лебедем похлеще Пригожина? Ведь этим даже уже идти не надо, они уже в Москве. Мы когда с вами подобное обсуждаем, мы каждый раз реагируем на информационный повод и видим, что в действительности что-то произошло необычное, из ряда вон выходящее, тем более отснятое всеми на каждом углу через свои смартфоны. Это не так. То, что привлекли наше внимание конкретно к этой ситуации, не говорит о том, что это выходит за рамки повседневности. Россию немножечко неправильно воспринимают, потому что Россия все-таки, она достаточно масштабна и при хорошем бюджете в состоянии выстраивать имидж. Но если надо построить ВДНХ в голодной стране, то будет ВДНХ, и там будет колоситься, и там будут надои, и там будут счастливые доярки. Когда нужно было Советскому Союзу после войны снять, например, фильм-сказку «Кубанские казаки», то кастинг как раз подразумевал набор только переевших, только толстых. Потому что на фоне абсолютного голода на Кубане нужно было показать, насколько это зажиточный край, до какой степени там дородные такие шикарные тетки и такие кладные мужики, потому что там абсолютная сытость и хорошая жизнь. И как раз у фильма «Кубанские казаки» у него не было в кадре абсолютно ни одного подлинника, все было из папье-маше. То есть вот все те выставочные экспонаты, которые были на прилавках колхозного крестьянского рынка, это была абсолютная бутафория. И мы привыкли к тому, что вот подобная картинка, она, во-первых, довольно достоверно построена, во-вторых, в нее верит само государство, и, в-третьих, она очень серьезно навязывает его. И Россия целое десятилетие подряд выстраивала имидж европейской державы, даже без приставки «сверх». Просто, знаете, тут ходят все в галстуках, и по Красной площади медведи уже давно не гоняют маленьких детей, отбирая у них водку. Это цивилизованная страна, посмотрите, какие бордюры, посмотрите, какой асфальт. Несколько заводов по производству иномаров, у каждого второго айфон. Те, кто бывал в Москве, они видели, что, особенно когда ты в Шереметьево-2 приземлился и не залетаешь куда-нибудь там в Тверь, в Смоленск, в Саратов, а сразу в Москву, ты понимаешь, что это столица большой империи. И вот эта картинка, она скрывает за собой истину, потому что Россия как была бандитской, так и осталась. В 90-е годы этот бандитизм был совершенно однозначен. Ты выходил на улицу и попадал на разборку. Ты едешь в машине, и соседние стреляют. Не факт, что в тебя, но это происходит у тебя на глазах, ты становишься либо свидетелем, либо соучастником, хуже, если жертвой. Потом это все было заслонено прекрасным образом. С подсветочкой, с спецэффектами, когда, знаете ли, тут и президент, в общем, уже не пьет. Потому что Ельцин, например, в пьяном виде, появляясь перед западной прессой, очень сильно принижал котировки России. Путин все-таки другой, молодой, посмотрите, какой перспективный. Опять-таки, в галстрии иногда и без него. Вот такая вот хорошая сторона. И Ходорковский, который сел в тюрьму, сел в том числе потому, что он хотел сделать белую экономику прозрачную абсолютно. И он на примере ЮКОС показал, что это возможно. И его нельзя было не посадить, потому что он подрывал устои государства. А устои бандитского государства – это общак и теневые финансовые потоки. И несколько лет тому назад, когда Голикова была еще федеральным министром, отвечающим за социальные проекты России, она констатировала, что цифры разнятся, потому что она была очень уклончивая, и тем не менее до сих пор их можно найти ссылки. Половина трудоспособного населения России работает в сером секторе. Но если половина работает в сером секторе, значит, как минимум половина экономики России серая. Конечно. Бизнес в России, он не создается без ФСБ. Кураторы ФСБ, чем крупнее организация, тем больше. Если это банк, там от 5 до 20 кураторов ФСБ. Если это какой-нибудь дилер, продающий автомобили, 3-5. И когда многие пытались в честную играть, знаете ли, бизнес, давайте я буду торговать мерседесами. И у меня из Германии честный партнер. И у меня с ним честная бухгалтерия. И я своему немцу-партнеру показываю свою бухгалтерию, показываю финансовые потоки, показываю свою отчетность. Ну, потому что ему очень важно, что он работает в России с честными людьми. Но в России это невозможно. И в России моментально тебя ставят место. Значит так, а что это ты тут в белую поработаешь? А нам партию чем кормить? А нам наркотики на государственном счете за какие деньги покупать? А нам резидентуру за рубежом на какие деньги содержать? На финансовые проводки Центробанка? Это как-то вы себе представляете. И автомобильные дилеры, они были в этом отношении как раз перед веками производства. Потому что они были шикарной, безупречной, очень респектабельной крышей. В России нет ни одного автомобильного дилера, в котором бы в штате не было ФСБ, и учреждение которых прошло мимо ФСБ. А есть просто откровенно автомобильные дилеры, которые были учреждены в ФСБ. Просто вызывали и говорят, майор, значит так, с завтрашнего дня ты у нас генеральный директор, ты у нас будешь дилером Вольво. Все понял? Так точно, товарищ полковник. И появлялся новый дилер Вольво. И он появлялся таким образом, что когда туда вдруг приходил, ну предположим, так получилось, новый какой-нибудь главный мухгалтер. Рано или поздно же старый куда-то девается всегда. Поэтому нужен новый. Новый приходил, через 15 буквально минут он находил какой-то серый поток, и приходил к генералу, и говорил, Иван Иванович, простите, я вот тут не понял, а вот это что за деньги? Дальше одно из двух. Либо увольняли, либо говорили, так, ты сиди спокойно. И вопрос их не задавай. Россия устроена подобным образом. В России не существует честного бизнеса. В России нет ни одного честного бизнеса. Никакого. И чем он крупнее, тем он, во-первых, более теневой, во-вторых, большее количество аффилированных лиц он кормит, которых, кстати, никто не знает. И те небольшие ростки частного бизнеса, которые почему-то не очень сильно были контролируемы государством, и почему-то все-таки выросли в серьезные структуры, они потом были либо конфискованы, либо разгромлены. Потому что это недопустимо. Не может быть финансовое движение средств в России, во-первых, белым, во-вторых, не подконтрольным ФСБ, в-третьих, только ради бизнеса. Любой бизнес в России обязан кормить ФСБ. Потому что борьба во всем мире, покупка хакеров, вторжение в американскую предвыборную кампанию, любые другие акции, диверсии, и хотя бы просто учет и контроль за тем, что происходит в мире, требует денег. И эти деньги, они должны быть только теневыми. Потому что легально сейчас в Европе очень тяжело финансировать то, что необъяснимо. То есть агентуру содержать на легальных оплатах из ФСБ очень тяжело. Поэтому должна быть теневая экономика, теневые финансовые потоки. И есть официальная ширма. Посмотрите, какая респектабельная Россия. Космос, атомный флот, торговля, перспективный партнер. То есть вот все то хорошее. Посмотрите, какие театры, посмотрите, какие фильмы, посмотрите, какая Москва. Ну вот же красивая картинка. Она всегда была только картинкой. И то, что сейчас происходит вокруг Wildberries, это удивляет только тех, кто отвернулся и не захотел увидеть реальную ситуацию. А вот теперь, в последнее время, возникла некая раздражительность, стало меньше терпимости. Раньше можно было играть этот двойной сценарий. То есть ты, например, респектабельный бизнесмен. Поэтому перед тем, как тебя матом послать, тебя вызывали в кабинет и говорили, Иван Иванович, ну вы же все понимаете. Нам надо договориться. Иван Иванович все понимал и договаривался. Или звонил своей крыше и договаривался. Или крыша с крышей встречалась и договаривалась. И была теневая страна, которую никто не видел, потому что за этой ширмой респектабельности оно не вылазило. А теперь вылазит. Теперь нет возможности и необходимости стесняться. Чего мне этот Иван Иванович? Да я сейчас Чеченов позову. Ну-ка быстро, ребята. И вот мы уже видим, что вот те же самые люди, которые просуществовали 5, 10, 15, 20 лет в легальном бизнес-поле, на глазах у всех, они выросли окрепы, они превратились в респектабельных, очень достойных людей с большими оборотами. Раньше они тоже ширму обязательно предъявляли. А вот теперь и они перестают стесняться. И когда мы с вами видим, что просто пошли перестреляли друг друга, так это нормально. Просто раньше это происходило не столь очевидно, не всегда в Москве, но в провинции так подобное происходило в порядке вещей. И в России же статистики по убийствам не существует. Если посмотреть статистику МВД, официальный сайт, там нету статьи убийства. Там есть размытые несколько позиций. Там тяжкие телесные повреждения с летальным исходом, умышленные тяжкие телесные повреждения, в результате которых кто-то все-таки как-то. Если посчитать, задаться целью и определить, сколько же в России убивают в год людей, всегда будет 17 тысяч. 18 это в таком случае вызывает на ковер старшего программиста и говорит, «Ватенька, ты чего? Ты вообще цифру-то видел?» «Ой, простите, Иван Васильевич, ну, конечно же, 17». Но при этом есть другие цифры. Порядка 100 тысяч человек в России в год пропадает без вести. 100 тысяч. И порядка 90 тысяч в год неопознанных трупов. Неопоздаваемых трупов. То есть убийств 17 тысяч, а трупов, которые... А вы не в курсе, кто это? Мы не в курсе. 90-100 тысяч каждый год. И еще пропавшие без вести. Это не одни и те же люди. Это плюс. То есть порядка 200 тысяч убитых в год при официальной цифре 17. И поэтому, когда в Москве стреляют, мы об этом видим, потому что у всех телефоны, все сняли, тем более в Альберис. А когда в Твери, когда в Пскове, когда в Улан-Удэ, ну, об этом никто не знает. Но 100 тысяч исчезнувших – это не случайная цифра. 90 тысяч неопознанных трупов – это не случайная цифра, при том, что есть совместный приказ МВД и Минздрава. Ни в коем случае не портить статистику. И там написано в этом приказе, как именно сделать так, чтобы в итоговую статистику убийства не попадали. То же самое, как с ДТП. Потому что официально, раньше было как в России, вечером, после смены, обязательно медики отчитывались перед полицией, сколько у них погибло. То есть там трупов 5 ДТП, 10 на пожаре, один бомж под забором. Обязательно должна была идти справка, после которой прокуратура и полиция решали, они возбуждают уголовное дело или нет. Ну, потому что есть труп. А это ДТП, ну, не будем возбуждать. А это неопознание, ну, не будем. А это суицидник, хорошо. А потом был приказ ни в коем случае эту справку не давать. А, например, если человек умер в результате ДТП, через какой срок? Вот он попал в аварию и его привезли в больницу. Документы посмотрели, Иванов Иванович лечили его. Он умер на 31 день. 25 дней идут в статистику. Если он умер на 24, то в результате ДТП. А если на 31, ну, просто почему-то умер. А если привозят с улицы неопознанного, например, без документов, он идет в статистику прочее. То есть у тебя на улице нашли 10 человек с огнестрелом. Им почему-то попали в голову. Они идут не как убитые, не как огнестрел. Если при них нет документов, они идут как неопознанные, по неизвестной причине умершие. И, опять-таки, из этого вырисовывается общая картина России. В ней все благополучно. Никого не убивают. Ну, не больше 17 тысяч. Россия может себе эту роскошь позволить. И нету никаких криминальных разборок. И экономика абсолютно вся в белую. А в действительности, это ширма в ДНХ, где у тебя есть пакье, маши, апельсины и ананасы. Убивают на улицах абсолютно всех городов. Стреляют без зазрения совести. Что изменилось? Почему вдруг вайдерис? Почему мы сейчас об этом говорим? Только потому что... А нету смысла теперь уже таиться и прятаться. Изменилась атмосфера в России. Не изменилась фактура России. Не изменилась экономика России. Не изменилась суть России. Россия была такая. Россия обязательно должна была предъявить счастливое коммунистическое повседневное житие любого строителя социализма и коммунизма. Но при этом она могла его посадить по любой статье. Могла в какой-то момент в 37-м расстрелять. А сейчас она ведет себя точно так же. И поэтому мы удивляемся. Ну, как же так? Ну, не может быть, взяли и в офисе начали стрелять. Там вот практически в помещении, среди бела дня, да еще и с людьми. Это норма для России. Просто теперь уже скрывать ее не имеет смысла, поскольку не перед тем. Да, безнаказанность, фривольность и ощущение того, что все позволено, вот к такому и приводит. Что уже действительно не таятся и даже не ночь, а посреди белого дня, хоть правый Сергей, такое же везде буйно цвело и пахло. И по регионам. Не мне, конечно, судить, но вам точно виднее. И спасибо, что напоминаете о том, что на самом деле это все зрело и вырождалось и никуда не девалось. Но не везде, не во всех криминальных разборках замешаны такие нетоварищи, как Кадыров. А здесь он есть и хочет отжимать. И хочет тоже действовать, в принципе, в свойственном для себя духе и стиле, что ничего для нас удивительного. Но насколько он может здесь сорваться с цепи и пойти против представителей администрации Путина? И не только лишь, а Путину придется убирать или просто как-то гасить это пламя, но удастся ли? В последнее время мы видим, что Чечня из структуры такой финансовой, с протянутой рукой, когда она полностью на дотации, перешла к следующей странице владения России, а именно бизнесов, попадающих в руки и в управление. И Путин как раз несколько раз подряд конфисковывал очень сильно кормящие активы, ну там типа Данона, Рольфа, и дарил их именно чеченцам. Почему? Потому что Кадыров, понимая перспективу, Путин не вечен, но Кадыров-то еще поживет. Так или иначе, поживет он моложе. Несмотря на все диагнозы, которые пресса у него нашла, в отличие от врачей. Но когда не станет Путина, как будет Чечня выкручиваться, на что она будет жить? Экономика у нее слабенькая. Перспектив какого-то серьезного инвестиционного привлекательного роста практически нет никаких. Туризм в Чечне выглядит несколько надуманным и преждевременным. Кормиться с чего-то надо. А вот если сейчас, пользуясь тем, что Путин, ну давай уже следующий шаг, сколько можно кормить, давай мы сами будем кормиться и зарабатывать, подари-ка ты нам. И отчуждение в пользу чеченцев, кормящих бизнесов, позволит после смерти Путина не сразу бежать в Москву и по новой договариваться о финансировании, о политическом влиянии и о распределении ролей. Потому что первое время можно будет хотя бы просто, предположим, время-то смутное и непонятно, кто за, а кто против, кто друг, а кто враг. Но в этот момент Рольф, крупнейший дистрибьютор в России, продающий наибольшее количество автомобилей, кормит Чечню. И Данон, отобранный у французов, кормит Чечню. И Вайлдберрис, отобранный у каких-то там бакульчуков, кормит Чечню. Еще нужен небольшой нефтепровод, парочка заводов по нефтепереработке и что-нибудь такое биржевое. И вот уже у республики потанцовывается очень неплохая финансовая ситуация, которая не то чтобы блещет стабильностью, но, по крайней мере, позволяет до черного дня не распаковывать свои какие-то специальные карты и ходить ва-банк. У тебя, что бы ни произошло в Москве, есть кормящие бизнесы. И вот сейчас самое время, когда идет перераспределение рынка, когда можно на гоп-стоп, когда по договорнику, когда можно сказать, Володь, ну давай уже, получить в управление самые лакомые активы. Что и происходит. Насколько здесь кто кому с большими претензиями приходит, трудно сказать. Это Кадыров недоволен Путиным и говорит, Владимир Владимирович, ну ты это давай, соответствуй. Или это Путин, например, говорит Рамзан. Обожаю, но давай пока вот без меня. Вот ты кормись, но вот когда ты попросил, например, чтобы следующим президентом после меня был, например, ты, вот это еще рановато. Поэтому вот тебе Рольф, вот тебе Донон. У них там есть свой какой-то очень интересный сценарий взаимоотношений. Мы видим, что в Чечню уходят все более и более лакомые куски легального российского бизнеса. И этот легальный российский бизнес позволит потом Чечне при любой конфигурации иметь выход на деньги, на валюту, на заграницу. А он очень пригодится, потому что Чечня, она так или иначе зажата своей географией. И если у нее есть бизнесы по всей России, дилерские центры, фабрики Данона, биржи, нефтеперерабатывающие заводы, это прекрасные совершенно активы, позволяющие не то, что не утонуть, а довольно долго, безбедно жить. И при этом каждый раз легально что хочешь? Хочешь финансировать Хэзбалу? У тебя есть такая возможность, потому что ты все-таки партнер с западными активами и западными участниками. Не хочешь Хэзбалу? Пожалуйста, ты можешь взять и закупить себе то, что теперь уже в России дефицит, например, хлеб, и привезти в Чечню, потому что ты для этого просто делаешь один звонок своему официальному представителю в любой другой стране, говоришь, пару вагонов, пожалуйста, или пару самолетов. Много тревожного впереди, но когда у тебя есть такое, как Данон, как Вайлдберрис, как Рольф, ты чувствуешь себя гораздо увереннее. А насколько Сергей защищен Катыров сам все равно, так или иначе, от непредвиденных бизнес-разборок, скажем так? Чеченцы, они ребята очень решительные. И, конечно, они не могут свою судьбу знать заранее. Но в отличие от огромного количества терпил вокруг, они как раз что ва-банк, что на гоп-стоп, что просто в силу, собственно, дерзости природной готовы даже участвовать в сценариях, которые не гарантируют выигрыш, победу и прибыль. Но они это сделают. Потому что остальные побоятся. Стандартная конфигурация взаимоотношений в российской глубинке упирается в появление чеченцев, которыми теперь уже решают вопрос. И, предположим, где-то кто-то с кем-то спорит. А потом одна из сторон зовет чеченцев и говорит, ребят, ну тут небольшой гешефт есть, помогите. Без боя сдается оппонент. Потому что против чеченцев никто, никак и никогда. Полиция первая капитулирует. Как бы они ни относились, они могут их не любить, но они точно знают, что если будет конфликт с Чечнёй, во-первых, своё собственное командование сдаст, никто не заступится, поражение гарантировано. В этой связи не требуется постоянной проверки силы и веры в свои силы. Потому что, когда дело дойдет до принятия каких-то очень решительных действий, чеченцы это сделают. Остальные точно нет. Сергей, да, не очень решительные, но правда не тогда, когда надо останавливать, например, походы Пригожиных и наступать на территории российско-украинского фронта. Тут они как-то уже не такие решительные. Но мы понимаем, что, по всей видимости, свою решительность они берегут для своих собственных интересов и разборок. Сергей, благодарю безгранично за этот прекрасный разговор, за ваш анализ профессиональный, за ваши чувства юмора и иронии не только, и за вашу позицию, конечно же, в первую очередь. До новых встреч. Слава Украине. Героям нашим слава. Дуже дякую. Завжды приемно, так и чудо. Слава Украине.